Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World. Наша ежедневная информационно-аналитическая программа и я ее ведущий Александр Клушенко. Тема достаточно интересная и причем достаточно спорная. Многие из тех людей, которые меня сейчас смотрят, возможно уже сразу после первых моих фраз, после первых моих слов, приготовят тухлые яйца и гнилые помидоры и будут с остервенением опровергать то, что я сейчас скажу. А скажу я вещь достаточно интересную, достаточно парадоксальную. То, что две трети, вот по данным одной из уважаемых мною социологических служб, проведшей опрос социологический, эта служба установила, что две трети россиян на сегодняшний день, две трети, считают самым счастливым временем в истории России время Советского Союза. Да, время Советского Союза. Вы представляете, народ, который в количестве двух третей от своего списочного состава при наличии достаточно толковых методов социологического исследования утверждает или заявляет о том, что вот тот вот период человека ненавидческого эксперимента над населением России был самым счастливым в ее жизни. Я, в принципе, ну как бы сказать, не сильно поражен этим, но я не знал, что именно такое количество. Я не предполагал, что именно такое количество. Я могу увидеть брюзжащих там бабушек и дедушек на лавочках возле подъездов, которые говорят, как им хорошо жилось при Сталине, как хорошо жилось при Хрущеве, как хорошо жилось при Брежневе. Но самое интересное, если это две трети, значит в эти две трети, а у социологов есть и требования к возрастным пропорциям, к возрастным квотам, две трети, значит туда входят еще и люди достаточно молодого возраста, потому что Советский Союз кончился ровно 30 лет назад. Значит, те люди, которым сейчас 30-35, не говоря уже о тех, которым сегодня 25-20, никогда при социализме не жили и ничего хорошего вспомнить о социализме не могут, о вот том самом советском строе. Я прожил достаточно долго в советское время, когда рухнул Советский Союз, мне было 20... Да, 27 лет. 27 лет. Это уже достаточно зрелый возраст, уже я имел высшее образование, уже достаточно долго жил самостоятельно, и уже и семью имел, и так далее. То есть, все эти прелести ощущал непосредственно на себе. И ничего хорошего по сравнению даже с сегодняшним временем, которое называют кризисным, которое называют трудным, которое называют, значит, критикуют со всех точек зрения, с политической, идеологической, экономической, морально-психологической. Критикуйте, ребят. Но те из вас, кому не с чем сравнивать, почему вы утверждаете подобные вещи по рассказам ваших бабушек и дедушек? Ну, я напомню вам тогда. Ну, возьмите... Давайте начнем с житейского. Элементарное материальное положение граждан. Все были одинаково бедны. Может быть, поэтому дедушкам и бабушкам так сильно нравится все это сравнивать с Советским Союзом, что тогда, в принципе, сильно богатых не было. Ну, может быть, за исключением партийного аппарата, крупных партийных функционеров, крупных партийных чиновников, которые там могли позволить себе пятикомнатную квартиру, например, в центре города. Я уж не говорю о тех государственных дачах, которые они имели и прочее, прочее. Там персональные автомобили. Да, это была очень узкая, такая небольшая часть людей. Сейчас в наше время расслоение по материальному, по финансовому признаку более серьезное. Но мы прекрасно понимаем, что если хочешь нормально жить, нужно нормально и много работать. Да, это материальное положение. Возьмем или материальное положение простого, советского гражданина. В чем он жил? В лучшем случае, в обыкновенной хрущевке с двумя смежными комнатами. Сейчас в таком жилье уже даже как бы неприлично жить. Сейчас любой человек, в принципе, может приобрести себе квартиру. Вы скажете, что тогда ее давали бесплатно? Ее тогда не давали бесплатно. Были так называемые общественные фонды потребления. Это все те недоданные вам зарплаты. Вы получали 120 рублей на советском производстве, на советском заводе, на фабрике, где-то, может быть, в колхозе, совхозе. Но вы получали эту квартиру за счет недоплаченных вам денег. Общественные фонды потребления. Эти деньги шли на бесплатное здравоохранение, на бесплатные квартиры, на бесплатные путевки в санатории, на бесплатные пионерлагеря для ваших детей и так далее. Если бы вам эти деньги выдали на руки, вы бы, естественно, спокойно могли бы покупать себе все, что вы хотите. Посмотрите, какая ситуация была с продуктами. Посмотрите. Ну да, просто в магазин ты заходишь, хлеб был всегда, согласен. Хлеб купить можно было, но при этом из остальных продуктов питания все нужно было доставать через какой-то блат. Или покупать на рынке по двойной, а то и тройной цене. Да, вот кусок мяса, килограмм мяса стоил в магазине 2 рубля, но его в магазине никогда не было. На рынке он стоил 5 рублей. Это вот мои воспоминания, я это прекрасно знаю. Когда нужно было купить кусок мяса для того, чтобы организовать там какое-нибудь семейное застолье или пригласить друзей и гостей. Ну, из остальной еды были консервы, килька в томате. Ну, и со спиртным, естественно, не было проблем, потому что это единственный фактор отвлечения человека от тех проблем, нужд и забот, которые в то время существовали. Плюс, давайте от материального и финансового перейдем к идеологическому и политическому. Не было никаких политических партий вообще. Ведь КПСС нельзя назвать политической партией. Это была банда, захватившая власть в стране и удерживавшая ее 70 лет. Ведь даже на выборы мы шли. Вот сейчас мы ругаем эти выборы, которые прошли там 3 дня назад. Они не демократичные, не честные, не прямые, не открытые. Но ведь не было никаких. Сейчас мы хоть имеем возможность что-то обсудить, кого-то поругать, кого-то порицать, вскрывать какие-то недостатки, вскрывать какие-то фальсификации. А тогда и этого не было. На весь избирательный округ был один кандидат. Все. Я даже сейчас помню фамилию этого кандидата, за которого я, маленький, там, 10-летний пацан с родителями ходил на избирательный участок, и у них не было другого выбора, как взять бюллетень и бросить его в урну. Все. Там был один кандидат. Железный занавес с нашими соседями. Мы просто не могли ездить за границу. А почему бы нам не поехать за границу? Почему в то время немец и француз мог поехать за границу, а мы не могли поехать за границу? Что у нас была миролюбивая политика? Здрасте! Какая нафиг миролюбивая политика? Чем можно было гордиться в международном плане? Агрессии против Венгрии? Агрессии против Чехословакии? Война во Вьетнаме, которую фактически вел Советский Союз под прикрытием вьетнамских вот этих добровольцев, вьетконговцев. Войны против Израиля на Ближнем Востоке исключительнейшим образом российским оружием, российскими советниками, российскими инструкторами. Война, агрессия в отношении соседа Афганистана. Агрессия, неприкрытая, ясно и четко обозначенная агрессия, из-за чего Россия стала изгоем на международной арене. А посмотрите, что творилось в области художественного творчества. Ведь запрещали писателей, запрещали артистов. Ну, вспоминайте, Солженицын тот же, Михаил Афанасьевич Булгаков был запрещен с его мастером Маргаритой. Достоевский, вот в 40-е годы, 50-е, например, был запрещен Достоевский. Почему-то там находили какое-то упадничество в его творчестве. Высылка из страны людей. Опять же, да, вот этих всех диссидентов, там, возьмите Галича, Солженицына, сейчас просто масса из них не приходит на память. А что бы с вами было, если вы вышли на митинг? Почитайте. Прекрасная книга, она в интернете есть, в аудиоварианте. Диссиденты Александра Подробинника. Как он вот просто в художественном стиле описывает, как диссиденты боролись с этой властью. И что они переносили. Их сажали в тюрьмы. Их гнобили в этих следственных изоляторах. Их отправляли, почитайте, Новодворскую, в психбольницы специального типа. То, что мы сегодня сейчас, вот я вам говорю, то, что мы сегодня, за то, что мы сегодня сейчас с Гиммельфарбом имеем возможность произнести вот здесь вот, на этом экране этого самого компьютера, мы бы давно уже сидели в мордовских лагерях. Уверяю вас. Поэтому сравнивать эти социально-экономические формации не надо. Мы ругаем наше настоящее. Мы ругаем нашу власть. Мы знаем, что она нелегитимна. Мы знаем, что выборы нечестные, неоткрытые, и непрямые, и никакие, скажем так. Но мы должны понимать, что в то время не было и этого. Даже такого не было. Даже политических партий. Ну, про материальное положение я вам сказал. У вас есть возможность сегодня приобрести автомобиль и квартиру? Есть. С помощью кредитов и ипотеки. Да, вы будете долго расплачиваться. Но в то время у вас не было и такой возможности ни купить, ни в ипотеку, ни в кредит. Потому что вы знали, что вам могут это все дело не предоставить. Во-вторых, вы знали, что вы никогда не расплатитесь по тем ценам, которые существовали. А сейчас можем. Вот. Поэтому страна, в которой две трети населения заглядывают в прошлое с вожделением, к сожалению, мне кажется, серьезного, перспективного, доброго, веселого и красивого будущего не имеет. Это мое пессимистичное воззрение на наше будущее. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok